Уже на протяжении многих лет клуб «Общение Лотос» объединяет молодых людей с ОВЗ и инвалидностью от 14 до 35 лет и помогает развивать их таланты и способности. На занятиях с ребятами работают психологи и социальные педагоги. День открытых дверей в клубе прошел в теплой домашней обстановке. Для участников и гостей подготовили концерт, мастер-классы и чаепитие. Вообще проблема инвалидов – это нехватка общения. И здесь, в клубе «Лотос», мы стараемся это компенсировать. Ребята из клуба ведут активную жизнь. Посещают музеи, театры, выезжают на экскурсии в другие города, занимаются в кружках и секциях. Это помогает им получить новые впечатления и положительный социальный опыт. В общем-то, жизнь в нашем клубе очень активна. Она наполнена творчеством, энергией и жизнью радостью. Клуб активно участвует в конкурсах и фестивалях различного уровня. Участница клуба Оксана Федосенко стала лауреатом первой степени за лучшую антирекламу в рамках акции «Жизнь без табака». Также девушка пишет фантастические рассказы и увлекается мистическими явлениями. Я раньше публиковала два рассказа на своем блоге, который, к сожалению, забросила, но постараюсь в ближайшее время его возобновить. Ну и также с ребятами в клубе «Лотос» делилась ими. Сейчас клуб «Лотос» работает над изданием литературно-поэтического сборника «Разные миры». В нем опубликуют стихи и рассказы участников клуба. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров-24.